Количество рыбаков по сравнению с прошлыми сезонами увеличилось в два раза. Поучаствовать в соревновании приехали не только команды цехов СМПО, но и любители подледного лова из машиностроительного завода имени Калинина и Уральского приборостроительного завода «Горизонт». Раздается сигнал к старту, и 68 заявившихся на соревнования рыболовов принимаются бурить толстый лед. Сразу виден их профессионализм. Вода красиво выплескивается вместе с ледяной крошкой. К слову, летом на этом месте прекрасно клюют довольно крупные лещи. Зимний улов – это окуни, ерш, плотва и подлещик. Словом, мелкая рыбешка, поэтому борьба идет за каждый грамм водоплавающего. Рыбка плавает по дну, не поймаешь ни одну. Давно увлекаетесь рыбалкой? Ну, в основном летом хожу на рыбалку каждый день, потому что у нас сын, то есть его приучаем к этому. А зимой, ну, наверное, раз в третий может быть за всю свою жизнь. То есть у меня как бы бабушка была рыбачкой, папа меня приучил. С бабушкой вот вместе мы ходили. Ну, все летом в основном как бы на этой, на лодке. А так-то зимой как бы редко. Говорю, что это холодно. Минимальная дистанция от лунки до лунки – 5 метров. Использовать из насадок разрешается опары, шамалинку, манку, хлеб и тесто. В зачет идет любая рыба. Разрешается ловля на одну зимнюю удочку с одной мормышкой. А вот и первый счастливчик выдернул из лунки рыбу. Удачей улыбнулась Алексею Шабашину, сотрудник у цеха номер 7 в СМПО. Сколько минут прошло от начала, от старта? Минуты полторы-две. То есть вы, получается, поймали рыбку, да? Расскажите, давно увлекаетесь рыбалкой? Года 4. Куда ездите? Везде. Оп, Тура, Тавда. Какая самая большая рыба, пойманная вами? И где это было? 7 килограмм щука на 14-м у нас. Результат первых 50 минут состязания. Несколько рыбешек в пакетах рыбаков. Говорят, не половодье и клев плохой. Говорят, секреты надо знать рыбацкий. Одним из них с радостью поделился Александр Климов из цеха номер 35, приехавший на рыбалку с маленьким сыном. Рыбалкой я увлекаюсь с детства. Я вырос в Нижней Салдея, на пруду и на побережье, как говорится. И вот всю жизнь с малолетства, то есть вот увлекаюсь рыбалкой. Это, как говорится, мое кредо и мои интересы. Техника проводки на удочке. Можно рыбачить на стоячую ловлю, если удочку поставить, так вот и рыба тоже будет клюет. Особенно осторожно это сорожка, белая рыбица, например, подлещий. Кто-то рыбачит именно на стоячую поплавковую снасть. Кто-то именно на кивок. То есть это техника игры на кивок я имел в виду. И от нее многое тоже зависит. Неподалеку от Александра рыбачит Михаил Жиренков, участник команды 32-го цеха. А рядом с Михаилом сидит верный пес, длинношерстная такса Ярик. И внимательно наблюдает за поплавком. Везде с вами? Ну да, на рыбалку беру постоянно. Давно заувлекаетесь? Кербалкой постоянно, да, давно, с детства. С родителями, наверное, да? Отец, дедушка меня приучал с кербалки. Расскажите, где были, куда ездили, наверняка вы езжаете. Ну, нынче только у себя. А так, раньше я ездил в Челябинские озера, в Курганскую область рыбачить. Очень часто езжу под Медведево, за Нижнюю Солду, на речку рыбачить с альцом. Так, в основном здесь, на Исе, на пруду. Ну, отдыхаешь просто душевно, морально отдыхаешь от работы. То есть, как бы задумаешься о чем-нибудь, сидишь, когда на поплавочек смотришь. Не наловишь рыбки, так отдохнешь. Хотя наверняка есть в нашей местности места, где можно без труда вынуть рыбку из пруда. В Кургане. Какая рыба там водится? Там окунь, карась. Мы в основном в Челябинскую область ездим, там больше рыбы. У нас мало. Белоярское водохранилище, Таватуй более-менее. Мы ездим на Белоярку, мы ездим на Рептинское водохранилище. Мы ездим на Волчиху, на Волчихинское водохранилище. Ну, это самое крупное. А так и по речкам ездим, по мелким речкам ездим, мелким озерцам, прудам. Здесь первый раз рыбачим. Ну, нравится. Еще бы в этот день гостю из Екатеринбурга Марату Соборову несказанно везло. Ему удалось найти заветную лунку поближе к берегу. Используя оригинальную технику лова, Марат начал тягать одну рыбку за другой. И за 40 минут поймал 20 штук. Говорит, на новичка и рыба идет. Они же все мелкие. Я даже больше не сверил. Одну лунку просверил и все. И сижу на ней. Рыба вам рада, гостям. Наверное. Новичков всегда она это уважает. Так что вот так. Одним словом, Салдинский лед не оставил рыбаков без трофеев. К финишу состязаний с самым большим уловом весом в 334 грамма подошел Марат Соборов из завода имени Калинина. В сверлении лунок на скорость победу одержал Алексей Азимов из цеха номер 31 в СМПО. Награду получил и Алексей Шабаршин из цеха номер 7, поймавший первую рыбу. А самую большую рыбищу окуня весом 92 грамма выловил Николай Иванов из 32-го цеха. Самым опытным участником соревнований был объявлен Шавкат Сатаров из завода «Горизонт». Самым молодым признан Евгений Жуковский из цеха номер 22 в СМПО. В общекомандном зачете победу одержали спортсмены 32-го цеха. На втором месте рыболовы машиностроительного завода имени Калинина. Бронзовый трофей у команды Уральского приборостроительного завода «Горизонт».